Великой Отечественной войны А вот в США полет спутника вызвал настоящую панику. Газеты пестрились заголовками о техническом превосходстве русских. Еще с конца 45-го года в Соединенных Штатах существовали планы ядерной бомбардировки советских городов. В распоряжении американского командования были сотни стратегических бомбардировщиков, готовых выполнить эту задачу. Они базировались как в самих США, так и на аэродромах Европы и Азии. Ответного удара по своей территории американцы не ждали. У СССР пока не было самолетов с межконтинентальной дальностью полета. Работы над ними велись, но до полетета было еще далеко. Это давало Соединенным Штатам ощущение безопасности и гарантировало победу над СССР в случае начала ядерной войны. Запуск спутника разрушил эту уверенность. Американцы осознали, что СССР обладает технологиями, делавшими североамериканский континент не такой уж далекой целью. Баллистической ракете потребовалось бы не более 30 минут, чтобы долететь до него. Теперь тотальная ядерная бомбардировка городов Советского Союза могла спровоцировать не менее сокрушительные удары по самим США. Это сильно охладило горячие головы в Вашингтоне. Доктрину пришлось менять. Редактор субтитров А.Семкин В 1958 году в США сформулировали теорию так называемой ограниченной ядерной войны. Наиболее вероятным театром боевых действий для нее могла стать Европа, где друг другу противостояли армии стран НАТО и Варшавского договора. Это было бы классическое боестолкновение по примеру баталий Второй мировой войны. А ядерное оружие рассматривалось как средство усиления боевой мощи сухопутных сил. Предполагалось, что для решения локальных задач на поле боя можно будет применить небольшое число тактических, то есть относительно маломощных ядерных боезарядов. Например, для подавления обороны противника перед наступлением. В этом и состоял смысл ограниченной ядерной войны. Другое дело, что решить всех задач с его помощью все равно бы не получилось. Применение маломощных ядерных зарядов не гарантировало полного уничтожения обороны противника. А опыт прошедшей войны подсказывал, что даже 2-3 выживших противотанковых орудия могли существенно затормозить развитие танковой атаки. Для их подавления пришлось бы использовать уже обычное вооружение. Войскам же, находящимся непосредственно на передовой, на удалении до 5 километров от линии фронта поражение ядерным оружием вообще не угрожало. Ведь при нанесении по ним удара в радиусе действия оказались бы и свои передовые подразделения. Советские военные теоретики идею ограниченной ядерной войны вообще отвергали. Они полагали, что применение даже небольшого по мощности заряда в конце концов неминуемо приведет к глобальной катастрофе. Поэтому необходимо было повышать боеспособность армии, используя традиционное оружие. Проводили же тогда эксперименты военные. И у нас это были учения, и в Америке проводились учения, когда после взрыва ядерной бомбы шли солдаты в атаку. Все это отрабатывалось, выяснялось. Но, естественно, никто не мог заранее сказать, что и когда будет применено и в каком количестве. Ядерное оружие было достаточно дорогостоящим средством. Это надо в первую очередь иметь в виду. Поэтому потребовалось искать и находить способы повышения эффективности обычных вооружений. И в том числе и тех вооружений, которые себя достаточно хорошо зарекомендовали во время Великой Отечественной войны. В частности, реактивная система залпового огня, которую мы все знаем под названием «Катюша». Для стрельбы «Катюша» использовали пороховые ракеты. Или, как их еще называли, реактивные снаряды. Самоходные установки на базе грузовых автомобилей позволяли поддерживать высокий темп наступления. Они могли следовать за танками и подавлять своим огнем очаги сопротивления противника. Во время войны на вооружении Красной Армии находилось несколько типов систем залпового огня. Их ракеты имели калибр 82, 132 и 300 мм. Помимо самоходных, были созданы и стационарные пусковые установки. Дальность стрельбы составляла от 3 до 8 км. Серьезным недостатком таких систем являлась невысокая точность. Отклонение от цели у ракет «Катюш» могло составлять до 300 метров. Но в Красной Армии придумали, как исправить этот недостаток. Для ведения огня установки стали объединять в большие группы по нескольку десятков машин. Так, полк в составе 36 «Катюш» в течение 10 секунд мог обрушить на врага 576 ракет. Помимо взрывов самих снарядов, происходили еще столкновения ударных волн. Это в геометрической прогрессии увеличивало мощность огневого воздействия. Впоследствии его даже стали сравнивать с разрушающим действием тактического ядерного оружия. И все же повышение точности реактивных систем залпового огня было одной из главных задач для разработчиков. Необходимо было повысить дальность стрельбы, а каждый дополнительный километр полета только увеличивал рассеивание. Во время Второй мировой Германия также имела на вооружении реактивные снаряды. Они были сложнее и дороже советских, зато точность была в три раза выше. Отклонение от цели у них не превышало 100 метров. Дело было в разных принципах стабилизации снарядов в полете. Ракеты «Катюш» для этого использовали хвостовое оперение. Немецкие — турбореактивный принцип. Во время полета они вращались вокруг своей продольной оси. Для этого их сопловые отверстия были расположены под углом, и реактивные струи закручивали снаряд до нескольких тысяч оборотов в минуту. Немецкий опыт советские конструкторы и взяли за основу. Первой системой залпового огня, использующей турбореактивный принцип стабилизации, в СССР стала боевая машина БМ-24. Она имела 12 снарядов калибра 240 мм. На вооружение ее приняли в 1951 году. Через год войска стала поступать БМ-14. На ее пусковой находилось 16 турбореактивных снарядов калибра 140 мм. Боковое отлонение от целей у снарядов этих систем не превышало 90 метров. При этом дальность стрельбы составляла 10-11 километров. Но нужны были и более дальнобойные системы. А для них такое решение не подходило. Поскольку часть энергии вытратили на вращение, у вас уменьшалась дальность. Иногда это на треть дальность становилось меньше. Кроме того, для обеспечения высокой скорости вращения наклонные сопла должны были находиться подальше от оси снаряда. Это увеличивало его поперечное сечение и как результат аэродинамическое сопротивление, что также негативно влияло на дальность стрельбы. И тогда конструкторы решили установить на турбореактивный снаряд хвостовое оперение. Оно давало дополнительную устойчивость ракете в полете, и поэтому скорость вращения можно было уменьшить. Таким образом экономилось топливо, а сопло можно было расположить ближе к центру и уменьшить поперечное сечение снаряда. По этому принципу сделали ракету для реактивной системы залпового огня БМД-20. БМД расшифровывалось как «боевая машина дальнобойная». Дальность ее стрельбы составила 19 километров, почти в два раза больше, чем у систем с обычными турбореактивными снарядами. Но и такое решение не было идеальным. Оперение увеличивало габариты, что затрудняло размещение на пусковой установке большого количества ракет. Если на БМ-24 находилось 12 реактивных снарядов, то на БМД-20, использующий это же шасси, только четыре. Разработку новой реактивной системы залпового огня поручили Тульскому НИИ-147 под руководством Александра Ганичева. Человек-самородок, который обладал фантастически интересными знаниями в области гильзового производства, он еще и талантливым оказался ракетчиком. Изюминкой системы стал оперенный турбореактивный снаряд, стабилизаторы которого раскрывались уже в полете. Это позволило разместить ракету в направляющей трубчатого типа. Внутри нее имелся паз, с помощью которого снаряду задавалось вращательное движение. Благодаря такому техническому решению на одной пусковой находилось сразу 40 ракет в четыре ряда по 10 штук в каждом. Система получила обозначение БМ-21 «Град». Она вышла на испытание во второй половине 59-го года. Калибр снаряда «Града» составлял 122 миллиметра. Дальность пуска – 21 километра. Пусковую установку спроектировали с использованием шасси автомобиля «Урал-375Д». Эта полноприводная машина повышенной проходимости в 60-е и 70-е годы была основным грузовым автомобилем советской армии. Время перевода системы из походного положения в боевое не превышало 3,5 минут. Механизмы наведения приводились в действие электроприводом или вручную. Огонь можно было вести как одиночными выстрелами, так и залпом. Темп стрельбы определялся частотой вращения рукоятки пускового механизма, который находился внутри кабины. При стрельбе из укрытия использовался выносной пульт управления. Помимо осколочно-фугасных снарядов, в боекомплект «Града» вошли зажигательные и осветительные. Были также снаряды, в головной части которых содержались противопехотные мины. С помощью ракет они разбрасывались на поле боя. 40 снарядов этого типа минировали 1 километр фронта. В массовое производство реактивную систему БМ-21 «Град» запустили в 65-м году. Всего было выпущено более 8,5 тысяч этих машин. Три четверти из них поступили в советскую армию. Фактически «Град» это стал таким же брендом советского военпромышленного комплекса, как автомат «Калашникова», как истребитель МиГ-21. В разное время «Град» состоял на вооружении более 70 стран мира. Он являлся основной системой залпового огня государства Варшавского договора. В армии Чехословакии артиллерийская часть монтировалась на шасси грузового автомобиля «Патра». После создания «Града», естественно, следующий этап – это было дальнейшее увеличение дальности действия. Повышалась информационная насыщенность поля боя. Появлялись системы радиолокационного отсмотра поля боя, воздушные системы разведки, радиоразведка. Появлялась возможность получать расширенную информацию на большую дальность о том, где находится противник. И в середине 60-х годов уже эта граница дальности, где было достаточно известно, что туда можно наносить удар, она уже составила порядка 30-40 километров. В 70-80-х годах в НИИ-147 спроектировали еще две реактивных системы залпового огня. Первой стал «Ураган». Он нес 16 ракет калибра 220 миллиметров. Дальность стрельбы составляла 34 километра. По площади огневого воздействия «Ураган» был равен трем установкам «Град». Еще мощнее был «Смерч». Его 12 ракет калибра 300 миллиметров накрывали площадь 670 тысяч квадратных метров. Это примерно 100 футбольных полей. Максимальная дальность стрельбы составляла уже 70-90 километров в зависимости от типа снаряда. Реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч» находятся на вооружении российской армии и в 21-м веке. На замену «Граду» и «Смерчу» приходят модернизированные варианты «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Их главным отличием является более точная система прицеливания, использующая спутниковую навигацию и новые реактивные снаряды с увеличенной дальностью стрельбы. В конце 50-х годов 20-го века, когда система залпового огня «Град» только проектировалась, перед разработчиками военные техники поставили еще одну задачу – создать новое эффективное оружие для борьбы с танками противника. Во время Второй мировой войны броневая защита гусеничных машин существенно возросла. И для противотанковой ствольной артиллерии борьба с ними, особенно на дистанциях свыше километра, стала крайне сложна. Это требовало увеличения калибра и скорости полета бронебойного снаряда, что вело к росту габаритов и массы орудий. В результате снижалась их мобильность на поле боя, сложнее их было и замаскировать. А ведь еще надо было попасть в движущуюся на тебя бронированную машину. При этом сами танки могли вести огонь с дистанции полтора-два километра. Поэтому задача уничтожить танк до того, как он может применить по тебе пушку. С помощью пушки это выполнить нельзя, потому что у танка такая же пушка. И, следовательно, вы всегда находитесь в такой дуэльной системе. А если вы создаете средства, которые могут поразить танк до момента, когда он по вам может выстрелить, вы получаете существенное преимущество. Серьезным подспорьем в борьбе с бронированными машинами стали кумулятивные снаряды. При срабатывании такого заряда формировалась огненная струя большой мощности, которая и пробивала броню. Для кумулятивного снаряда не требовалась высокая скорость полета, что позволяло создавать достаточно простые и компактные устройства для стрельбы ими. Например, немецкий «Фаустпатрон», «Панцершек» или американская «Базука» использовали именно такие снаряды. Но это было оружие ближнего боя. Дальность прицельного огня у него не превышала 150 метров. Кумулятивные снаряды включили и в боекомплект противотанковых пушек. Но из-за меньшей скорости полета они проигрывали бронебойным снарядам в точности огня на больших дальностях. Прицельная стрельба была возможна на дистанциях, не превышающих полкилометра. Во время войны немцы попытались улучшить точность стрельбы кумулятивными зарядами при помощи небольших управляемых ракет. Из воспоминаний маршала Василия Чуйкова, относящихся к августу 1944 года. «Впервые я увидел, как противник применил против наших танков противотанковые торпеды, которые запускались из окопов и управлялись по проводам». Противотанковыми торпедами маршал, видимо, и называл немецкие ракеты. Это была терминология тех лет. Например, в 1943 году в СССР проходили испытания так называемые «сухопутные торпеды». В отличие от немецких, двигались они не по воздуху, а по грунту, на колесах или салазках, и, главное, никак не управлялись. Поэтому были бесперспективны. Чего не скажешь о немецкой задумке. Германская ракета имела обозначение «Х-7 Роткепхен» — красная шапочка. По разным сведениям, дальность стрельбы «Х-7» составляла от 1 до 2 километров. Массовым оружием красная шапочка стать не успела. Но именно она послужила прообразом для создания противотанковых управляемых ракет, сокращенно ПТУР. Первыми широкое распространение получили французские системы фирмы «Норд Авиасьем» — ПТУР СС-10 и ее дальнейшее развитие СС-11. Они разрабатывались с использованием трофейной немецкой документации и появились в середине 50-х годов. Сигналы управления передавались по проводам. Дальность стрельбы составляла 3 километра. И они успешно их применили в конфликте 56-го года англо-франко-израильской агрессии в Египте. И вот там они показали свою эффективность. И, естественно, анализ этих событий привел к тому, что было решено и были приняты соответствующие энергичнейшие меры для того, чтобы наши страны появились в ПТУРС. В СССР разработку ПТУР поручили сразу трем десяткам конструкторских бюро. И далеко не все из них раньше занимались ракетами. Первое, что нужно было сделать разработчикам, это определиться с методом передачи управляющих команд на ракету. Либо по проводам, либо по радиосвязи. Проводная система, она, конечно, давала идеальную помехозащищенность. То есть вы могли управлять ракетой и могли поставлять ей энергию с точки ее старта по этим проводам. А радиокоманды, они, конечно, позволяли обеспечить большую автономность этой ракеты. Но это эти системы, которые были чреваты тем, что можно было поставить помехи. И, соответственно, каким-то образом требовалось с этим бороться. Первую советскую противотанковую ракету создали в 1958 году в Коломенском СКБ машиностроения. Это была Птур-Шмель. Она управлялась по проводам. Через год на испытания вышел еще один противотанковый комплекс — «Фоланга». Его спроектировали в московском ОКБ-16. Эта ракета имела радиоуправление. Оба конструкторских коллектива прославились еще в годы Великой Отечественной войны. В Коломне разрабатывали минометы, которые широко использовались на фронте. Московская ОКБ-16 специализировалась на авиационном вооружении. С новой задачей конструкторы также справились. Коломенский «Шмель» имел дальность стрельбы 2 километра. Московская «Фоланга» — на 500 метров больше. Какой-либо опыт использования таких систем отсутствовал. И поэтому было непонятно, какой метод управления на практике окажется лучше. Поэтому на вооружение приняли оба комплекса. Произошло это в августе 1960 года. У каждой были свои плюсы и минусы, а когда у вас две системы, то вы, соответственно, имеете возможность маневра определенного на поле боя. Пользоваться то или иное средство. Монтировались первые советские ПТУР на самоходной базе. Для «Шмеля» сначала использовали ГАЗ-69. Затем разведывательно-дозорную машину БРДМ-1. «Фоланга» сразу монтировалась на БРДМ. Как переносные системы эти ракеты не годились. Они весели свыше 25 килограммов. Их было затруднительно перемещать силами боевого расчета. Поэтому войскам еще требовался легкий и компактный противотанковый комплекс. За его разработку взялись в Коломенском конструкторском бюро. Новая ПТУР получила имя «Малютка». Для удобства хранения и переноски ее снабдили раскладывающимися крыльями и съемной боевой частью. Массу и размеры удалось уменьшить за счет новой системы управления. Раньше на ПТУР «Шмель» для изменения траектории полета использовались аэродинамические поверхности на крыльях. Интерцепторы. Всего их было шесть. Для их отклонения на борту ракеты было установлено столько же рулевых машинок. Для их работы требовался еще и бортовой источник питания. На новой ракете управление происходило за счет отклонения вектора тяги маршевого двигателя. Вместо шести рулевых машинок всего одно. Второе. На ракете нет источника питания. Питание исчисляется земли по этим же проводам, по которым она управляется. Это был риск. И фактически пришлось большинство элементов системы управления разрабатывать, ну, что называется, с нуля. Это был микрокабель, который создан для «Малютки». Он сам по себе шедевр. «Малютка» — исключительно дешевый снаряд. Там большая часть конструкции из пластмасса. Для своего времени это вообще полный прорыв. В результате масса ракеты составила всего 11 килограммов, в два с половиной раза меньше, чем у предшественниц. Ее приняли на вооружение в 1963 году. Расчет «Птур. Малютка» состоял из трех человек. Один боец переносил ранец с пультом управления, общей массой 12 килограммов. Два других — ранцы с ракетами, по 18 килограммов каждый. Верхняя крышка ракетного ранца использовалась как подставка. На нее устанавливалась пусковая установка. Затем к ракете пристыковывалась боевая часть, а управляющий провод подключался к пульту. На перевод комплекса из походного положения в боевое расчету требовалось полторы минуты. Дальность стрельбы «Малютки» составляла 3 километра, то есть даже больше, чем у более крупных «Птур», «Шмель» и «Фаланга». С использованием «Малютки» был создан новый самоходный комплекс на шасси БРДМ-2. Также ракеты входили в состав вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и десантной БМД-1. Направляющая для пуска находилась на стволе орудия. Ракеты устанавливались на нее вручную. «Птур» «Малютка» получилась очень удачным и крайне востребованным оружием. В разных вариантах было выпущено более 300 тысяч штук. Помимо советских вооруженных сил, комплексы поставлялись в армии еще почти четырех десятков государств. Он жил порядка 20 лет, применялся в различных локальных конфликтах. Самый масштабный, наверное, это арабо-израильский конфликт. «Малютками» были в общем сложности уничтожены порядка 700 танков. У первого поколения «Птур» был серьезный недостаток. Оператору наведения приходилось следить и за целью, и за ракетой, летящей к ней. Оценивая их взаимное расположение, он и должен был управлять ракетой. Задача усложнялась, если объект атаки двигался. От наводчика требовалась немалая сноровка. Кроме того, в начале 60-х стали проводиться работы по оснащению противотанковыми ракетами вертолетов. Попасть в цель с летящей машины было еще сложнее. Для пуска вертолет мог зависнуть на месте, но тогда он становился удобной мишенью для систем ПВО противника. Оператор, который стрелял таким туром, он должен был дать высокой квалификации, он должен быть хорошо тренирован. Потому что на оператора ложилась очень большая нагрузка. И в условиях даже учебных стрельб далеко не каждый оператор мог решить бы эту задачу. А в условиях боевых действий, когда сильное психофизиологическое воздействие, конечно, эта задача существенно усложнялась. На ПТУР второго поколения процесс наведения для оператора упростили. Теперь он должен был наблюдать только за целью, удерживая на ней перекрестие прицела. Аппаратура наведения сама определяла местоположение ракеты по яркому пятну от ее трассера. Если ракета отклонялась от курса, то система управления передавала корректирующие сигналы ее органам управления. Это было так называемое полуавтоматическое наведение. Такую систему управления получили модернизированные комплексы «Малютка» и «Фаланга». Был создан и новый — «Фагот». Его разработчиком стало Тульское конструкторское бюро приборостроения. Особенностью «Фагота» являлось размещение ракеты внутри транспортно-пускового контейнера. В нем она хранилась, перевозилась и всегда была готова к боевой работе. Такой контейнер было удобно крепить как на различных машинах, так и на переносимых пусковых установках. Дальность стрельбы «Фагота» составляла 2 километра. Его приняли на вооружение в 70-м году. А вскоре на его базе сделали ПТУР «Конкурс» с увеличенной до 4 километров дальностью пуска. Специально для подразделений ВДВ с использованием ракет «Фагот» и «Конкурс» была создана авиадесантная боевая машина «БТР-ДТ-Робот». В арсенале «БТР-ДТ» имелось 24 ракеты и две пусковых установки. Одна монтировалась на бронетранспортере, вторая была бы на сноре. Ангара, я 21-й, бою готов. Я 23-й, бою готов. Ангара, внимание! Я 21-й, уничтожил два танка. Расход 3. В 60-х годах ракетным оружием решили оснастить и танки. Один из вариантов предполагал установку ракет прямо на башне. На этой фотографии тяжелый танк Т-10М с тремя ПТУР-малютка. Но танк — это оружие поля боя. Более того, оружие переднего края наступления, где интенсивность огня наибольшая. При таком расположении ракеты были очень уязвимы для пуль и снарядов. Необходимо было скрыть их внутри танка. В этом случае пуск ракеты можно было осуществить двумя способами. Первый — когда пусковая установка вместе с ракетой выдвигалась через люк. Второй вариант предполагал пуск ракеты из ствола пушки. В результате из всех предложенных вариантов предпочтение отдали гусеничной машине, разработанной в Нижнетагильском конструкторском бюро под руководством Леонида Карцева. Система получила обозначение «Ракетный танк ИТ-1» с комплексом управляемого вооружения «Дракон». ИТ расшифровывалось как «Истребитель танков». Он использовал схему с выдвигающейся пусковой установкой. Основным назначением ИТ-1 было уничтожение бронированных машин противника управляемыми ракетами. Перед выстрелом пусковая установка выдвигалась из боевого отделения на линию огня через люк в крыше башни. После выстрела она автоматически убиралась обратно. Боекомплект состоял из 15 противотанковых ракет. 12 из них находились в механизированной укладке, и перезарядка происходила автоматически. Прицелы оператора и пусковая установка стабилизировались, что позволяло стрелять в движении. Система управления ракетой была полуавтоматической с управлением по радиоканалу. Дальность стрельбы достигала 3 километров. В 1964 году ИТ-1 показали тогдашнему лидеру СССР Никите Хрущеву. На полигоне «Дракон» двумя ракетами поразил три танковых мишени на максимальной дальности. Хрущева впечатлила такая точность, и он даже заявил, что от разработки обычных танков следует вообще отказаться. На вооружение ИТ-1 приняли в 1968 году. Он должен был решать боевые задачи как самостоятельно, так и совместно с танковыми подразделениями. Но уже через два года ИТ-1 с вооружения сняли. Он являлся узкоспециализированной машиной. В его арсенале не было оружия, позволяющего эффективно бороться с живой силой противника или подавлять огневые точки противотанковой артиллерии. Для этого нужны были не кумулятивные, а осколочно-фугасные снаряды, которые были в арсенале обычных танков. К тому моменту уже удалось создать работоспособные противотанковые ракеты, пуск которых можно было производить через ствол танковых пушек. Причем использовать для этого можно было не специально спроектированные, а серийные машины. Первым стал Т-64. Ракетами танк вооружили в середине 70-х. Это была его модификация Т-64Б с комплексом управляемого вооружения КОБР. Дальность стрельбы составляла 4 километра. Начиная с Т-64Б, все отечественные танки получили возможность стрельбы ракетами через ствол орудия. Сегодня российская бронетехника оснащена противотанковым комплексом «Рефлекс-М» с дальностью стрельбы до 5 километров. Его разработали в Тульском конструкторском бюро приборостроения. На рубеже 60-х-70-х годов, когда противотанковые ракетные комплексы перешли на полуавтоматическое наведение, это существенно упростило работу оператора. Например, боевые вертолеты Ми-24 могли теперь обстреливать цели, находясь не только в прямолинейном движении, но даже совершая маневры в пределах плюс-минус 60 градусов по курсу. Это позволяло им уходить от огня средств ПВО противника. И все же у ПТУР второго поколения также были свои недостатки, а именно относительно невысокая скорость полета 160-200 метров в секунду. То есть для преодоления 3-4 километров пути им требовалось 20-25 секунд. За это время противник мог среагировать и нанести ответный удар по противотанковому комплексу. Уничтожив его, он прервал бы наведение пущенной им ракеты. Оператор находится на месте. Пока он наводит ракет на цель, он уязвим. Бежать он не может. Если это, то он может погибнуть. И второе, чем меньше скорость полета, тем меньше у вас скорострельность. Пока у него не долетела первая ракета до цели, следующая выстрелять не может. В середине 70-х годов в Коломенском КБ машиностроения под руководством Сергея Непобедимова был создан новый противотанковый комплекс. Он назывался «Штурм». Скорость новой ракеты превысила сверхзвуковую и достигла 450 метров в секунду. В 2,5 раза больше, чем предшествуется. Чтобы преодолеть 5 километров, ей требовалось всего 11 секунд. Комплекс разрабатывался в двух вариантах. Для вооружения вертолетов и самоходных установок. И во время испытаний наземного варианта возникла непредвиденная проблема. Пуск сверхзвуковой ракеты поднимал большое облако пыли. Естественно, оно мешало и оператору обеспечить стрельбу. Из-за этого точность и эффективность сильно снижалась. Для этого нами впервые был придуман интересный метод. Он так и назывался «режим пыль». То есть оператор наблюдал в прицельном устройстве цель. При этом ракета летела с разъюстировкой, ну, например, 5 метров выше линии визирования. Тем самым полевое облако просто не стало формироваться. А уже при приближении к точке попадания эта «режим пыль» убиралась и обеспечивалось прямое попадание в цель. Самоходный комплекс получил обозначение «Штурм-С». Он был создан на базе транспортера МТЛБ. В его арсенале имелось 12 ракет. Перезаряжание происходило механическим способом при помощи установки барабанного типа. Благодаря автоматизации и заряжания скорострельность составила до 4 выстрелов в минуту. Вертолетная модификация называлась «Штурм-В». Например, Ми-24 мог нести 8 таких ракет. Успехи ракетчиков заставили конструкторов бронетехники искать пути повышения защищенности танков. Первый и самый очевидный способ был в увеличении толщины броневых листов. Но это вело к росту массы машины. Тогда придумали составную броню. Между двумя стальными броневыми листами помещался наполнитель из другого, более легкого, чем стальматериала. Такой наполнитель резко гасил мощность кумулятивной струи противотанковых снарядов. Кроме того, на танках стали использовать различные приспособления, которые заставляли кумулятивные снаряды подрываться еще до встречи с броней. Но эти варианты защиты можно было обойти более мощным кумулятивным зарядом, который даже сработав на расстоянии мог пробить броню. И тогда на танке установили так называемую динамическую защиту. Это были небольшие заряды взрывчатого вещества, которые крепили на корпусе. При попадании в них снаряда они взрывались и гасили энергию кумулятивной струи в полтора-два раза. Этого было достаточно, чтобы нейтрализовать их действие. Ответом стала тандемная боевая часть. То есть за одним кумулятивным зарядом следовал второй. Первый брал на себя воздействие динамической защиты, а второй пробивал броню танка. Такую головную часть получили модернизированные ракеты комплексов «Штурм» и его развитие атака. Они и сейчас находятся на вооружении российской армии. Им под силу пробить защиту любого зарубежного танка. Ракета оказалась эффективной по применению с вертолетов, с самоходов, а потом в дальнейшем и с кораблей. И второе обстоятельство – то, что эта ракета, создаваясь как противотанковая, оказалась эффективной для стрельбы по другим типам целей. Для нее было создано несколько типов головных частей. Ее правильно называть многоцелевая. К началу 80-х годов у советских военных накопился уже солидный опыт использования ПТУР. Они активно применялись на многочисленных маневрах и учениях. Анализировалась и работа советских систем в локальных конфликтах за рубежом. И далеко не все выводы были положительными. В 81-м году в СССР были проведены учения «Запад». Над полигоном, где проходили маневры, висели черные клубы и дыма, летала пыль, поднятая десятками боевых машин. Наблюдая за этой картиной, тогдашний министр обороны Дмитрий Устинов спросил у присутствующих, а как в реальном бою в таких условиях будут функционировать стоящие на вооружении противотанковые комплексы? Проблема состояла в том, что все противотанковые комплексы могли применяться только в тех условиях, когда оператор видел цель. Танк выходил из пыли, выходил из дыма, а иногда еще ставили перед ними дымовую завесу и в упор расстреливал обороняющихся своим оружием. И жизнь показала, что эту проблему надо решать. Новый самоходный комплекс получил обозначение хризантема. Его глазами должна была стать радиолокационная станция. Она могла обнаруживать цели при плохой видимости и в темное время суток. Обнаружение целей у поверхности земли, радиолокации, огромная проблема. Даже самолет, летящий на высоте 50 метров, обнаруживается с проблемами. А танк идет по земле, его еще труднее обнаружить. И это удалось решить. Наличие бортового локатора позволило еще больше упростить работу оператора наведения. После выбора объекта атаки ему лишь оставалось нажать на кнопку «Узко». Система наведения сама сопровождала цель и направляла на нее ракету. Но к 80-м годам средства радиоэлектронной борьбы противника могли уже достаточно серьезно усложнить радиолокационное прицеливание. И поэтому разработчики хризантемы предложили еще одно решение. Они вооружили ее ракетами с разными принципами наведения. Если видимость на поле боя была хорошая, то можно было наводить ракету по лазерному лучу. В сторону атакуемого танка направлялся световой пучок, ось которого совпадала с линией визирования цели. При этом формировалось информационное поле, в каждой точке которого лазерное излучение было разным. В хвосте ракеты находился фотоприемник, который фиксировал это излучение. Электроника определяла положение ракеты относительно центральной оси и выдавала команды системы управления на корректировку полета. Радиоэлектронные средства борьбы в этом случае были бесполезны, поскольку локатор в наведении не участвовал, и радиокоманды на борт ракеты не передавались. Применение двух каналов дает, во-первых, существенно более высокую помехозащищенность, более широкую возможность применения в различных условиях, и она дает возможность стрелять одновременно двумя ракетами в двух разных каналах. В тот момент ни один комплекс в мире не обладал такими возможностями. Моделирование боевых ситуаций показало, что подразделение всего из трех боевых машин способно отразить атаку 15 современных танков, оборудованных динамической защитой. Причем при любых погодных условиях и в любое время суток. В российскую армию комплекс «Хоризонтема» стал поступать в 2005 году. Такого аналога, как «Хоризонтема», при ее могуществе боевой части, здесь используется тоже новая была создана боевая часть. Она имеет достаточно серьезные показатели по эффективности. Это 1200 мм гомогенной брони за блоком динамической защиты. Также сверхзвуковая скорость полета, которая обеспечивает большую скорострельность применения при необходимости. Поэтому на сегодняшний день аналогов в таком комплексу в мире не существует. Прошло более полувека с того момента, как на вооружение поступили первые отечественные противотанковые комплексы. Их управляемые ракеты оказались тем средством, которое способно остановить главную ударную силу сухопутных войск — танки. За эти десятилетия советскими, а затем и российскими конструкторами было создано три поколения подобного высокоточного оружия. А ученые и инженеры уже работают над новыми, еще более эффективными системами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok